Привет, меня зовут Даша, и это Movavi Vlog, канал о том, как делать классные видосы. Сегодня хочу рассказать о том, что такое горячие клавиши, зачем они нужны и как это вообще может помочь при создании видео. А перед тем, как мы начнем, советую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и конкурсы. Клавиши быстрого доступа, быстрые клавиши, сочетание клавиш, горячие клавиши, hot case. О чем вообще речь? Так называют комбинации кнопок на клавиатуре, с помощью которых работать в той или иной программе становится удобнее и быстрее, чем мышкой. Покажу на примере Movavi видеоредактора, как горячие клавиши могут ускорить процесс редактирования видео. Все начинается с проекта. Мы либо открываем старый проект с помощью Ctrl-F, кстати, для маководов вместо Ctrl всегда будет Command, либо создаем новый, нажимая Ctrl-N, если какой-то проект уже открыт. Дальше добавляем файлы при помощи Ctrl-O. Вот видите, мы уже сэкономили несколько секунд. А если вы монтируете часто и много, то экономия времени станет еще более заметной. Переходим к монтажу. Закидываем видео на таймлайн. Нам нужно отрезать лишнее. Вместо того, чтобы пытаться попасть в нужный момент, кликая мышкой по таймлайну, мы воспользуемся Hotkeys. Двигаемся на нужный нам момент при помощи кнопки Ctrl и стрелки вперед или назад. При необходимости вы можете передвигаться по клипу с шагом в полсекунды. Тогда зажмите Ctrl и Shift, а потом передвигайтесь с помощью стрелочки. Разрезать клип можно с помощью Ctrl-B, а удалить лишнее с помощью Delete. Если вы удалили что-то не то, то отменить это или любое другое действие можно с помощью Ctrl-Z, а повторить с помощью Ctrl-Y. Удобная штука, которая также вызывается горячими клавишами, это маркеры. Они нужны для того, чтобы устанавливать элементы вроде стикеров, титров и прочего в том самом нужном месте и не промахнуться. Смотрите, жмем Ctrl-M, появилась метка. Добавляем титр, и он сам как бы магнитится к метке. Круто! То же самое можно делать и с музыкой, например. Теперь мне нужно вставить стоп-кадр. И это тоже можно сделать быстрее, чем тыкать мышкой для вызова меню и бла-бла-бла. Просто нажмите Ctrl-Y. Посмотрим, что получилось. Вместо нажатия кнопки Play жмем пробел, чтобы начать просмотр. Кажется, что этот клип не на своем месте. Чтобы его вырезать, жмем Ctrl-X. Ставим бегунок в том месте, куда хотим перенести вырезанный кусок видео. И жмем Ctrl-V, чтобы вставить. А вот этот видеоклип я бы сделала подлиннее. Но так как его нельзя растянуть, придется копировать. И для этого тоже есть горячие клавиши. Ctrl-C копировать. И Ctrl-V вставить. Готово! Посмотрим в полноэкранном режиме, что у нас получилось. Жмем Alt и Enter. А чтобы выйти из этого режима, жмем Escape. И на всякий случай сохраним проект с помощью Ctrl-S. Внутри редактора найти список комбинаций клавиш можно в меню, справка, горячие клавиши. Фух, кажется, ничего не забыла. Напишите в комментариях к этому видео, о каких горячих клавишах вы не знали. Кстати, для наглядности мы сделали памятку с комбинациями и их функциями. Вы можете скачать ее по ссылке в описании. И не забудьте хорошенько отлайкать этот выпуск. Пока-пока! Ой, я же уже махала. По горячим клавишам бах-бах-бах! Опять как дед нажала. Ну так же удобно, ну вот не надо тебе вот это вот делать.